К ядерному апокалипсису призывает не только Караганов, вот есть еще такой генерал Гурулев, который некоторое время сидел молча, но вот не утерпел и давеча очень, вот на этой неделе, буквально на днях, очень внятно призвал к тому, что не просто нанести ядерный удар, а ядерный удар нанести по Нидерландам, потому что там самая главная логистическая база НАТО. И, кстати, вот публикация в газете New York Post о том, как Запад готовится к войне против России, к отражению российского нападения на страны Европы, там тоже как раз говорится о том, что основные центры логистические будут находиться в Голландии, в Нидерландах. И именно через нидерландские порты будет осуществляться переброска войск НАТО ближе туда к российским границам, в зависимости от того, где Российская Федерация попытается напасть на Европу. Вообще, я сейчас хочу вывести ненадолго за скобки само заявление господина Горулева, насколько оно соответствует действительности и насколько вот эти вот публикации готовящейся ответной деятельности НАТО соответствуют действительности. Но вообще-то вот мне кажется, что если бы раньше какой-нибудь генерал, даже заседающий в Государственной Думе, начал призывать к ядерной войне, то его могли лишить депутатского статуса и отдать под суд за призывы... Ты бы как поступил, увидев, что какой-нибудь тогдашний генерал начал бы призывать к ядерной бомбардировке Запада? Ну, значит, единственный случай, когда пришлось человек отдернуть в этом плане, это случай Ивашова. Ивашова? Да, который тогда в Минобороне отвечал за международное сотрудничество. Вот. А так, ты понимаешь, генералы же, они все-таки люди не совсем тупые. Они могут быть спившимися, как показывает недавний упомянутый тому пример. Вот. Но они не глупые. И если они знают, что они за это немедленно получат по шапке, они и не напрашиваются. Зачем им это надо? Вот. Каждый раз, когда я слышу какое-нибудь глупое выступление очередного генерала, я в ужасе бросаюсь проверять его биографию, не имел ли я отношения к его карьере. Вот, к счастью, вот к карьере Гурулёва я отношения не имел. Он на те должности и на те звания, которые попадали под мою юрисдикцию, он пришел уже после моего ухода. А вообще, когда я вижу, что очередной человек начинает выступать на тему «А давайте жахнем», я сразу понимаю главным, что значит, он получил мобилизационное предписание, которое определяет ему место на объектах специального управления, главного управления спецпрограмм президента Российской Федерации. То есть, ему гарантируют, что в случае, если произойдет чего-нибудь, ему там какое-то глубинное укрытие, место в глубинном укрытии определено. Поэтому стал таким храбрым и призывает жах. А остальные, которые таких предписаний не получили, они понимают, что жах действительно есть такие предписания? Ну, конечно. Подожди, подожди. То есть, существует такой порядок, что некие высокопоставленные чиновники или депутаты парламента получают, что называется, место на том самом корабле, который должен спасать людей после ядерного апокалипсиса? Ну, давай, если тебя тем интересует... В следующий раз я буду размахивать перед экраном не газеты «Британский союзник», а образцом такого мобилизационного предписания, которое я сам в свое время получал. Так что... Если коротко. Ну, если коротко. Существует разветвленная система убежищ. Или они называются «Объектов обеспечения функционирования органов государственной власти и управления в особый период». Они контролируются главным управлением специальных программ президента. Это чрезвычайно интересная организация. Но, понятное дело, что не в последний момент будет решаться, кто туда попадет, каким образом туда попадет, где их будут собирать и так далее и так далее. Поэтому люди, которые занимают определенные должности или попадают в некоторую орбиту влияния и так далее, они получают так называемые мобилизационные предписания, в которых написано, куда, в какой момент они должны явиться. И кто должен явиться вместе с ними. То, скажем, когда я это получил, я сказал, слушайте, вот здесь указаны я, моя жена, мои дети, но не указаны мои родители. Вы что подумаете, что я побегу спасаться, а своих родителей, значит, брошу. И в этом огромная моральная проблема, кстати говоря. Потому что власть обеспечивает себя в Советском Союзе и в России, обеспечивает свое выживание, наплевав на всех остальных. Чего, кстати говоря, не происходит в Америке. Ведь если ты помнишь, когда по соглашению об ограничении противоракетных вооружений были определены обороны, защищаемые системой ПРО, американцы выбрали защиту своих пусковых установок, а Советский Союз выбрал защиту столицы. Что столицу надо защитить, чтобы там выжило руководство страны, сосредоточено. И хрен с ними, со всеми остальными. Американцы так делать не могут. Пойдя, они попробуют защитить Вашингтон, а не защитить всех остальных. Да их тут же перемешают в Конгрессе с известной субстанцией. Поэтому они сделали так. Они, значит, защитили, обеспечили ударостойкость своих пусковых установок. А что касаемо Голландии, и вообще мы переходим сейчас к стратегическим вопросам. Тут есть, кстати говоря, любопытная зацепка. За последнее время были нанесены удары по двум объектам системы предупреждения, системы раннего предупреждения ракетного нападения, СПРН, наземного блока этой системы, значит, станции Ворске в Оренбургской области и в Армавире, в Краснодарском крае. Надо сказать, что из всех объектов эта система предупреждения, она вообще имеет три компонента. У нее есть космическая составляющая, у нее есть наземная составляющая СПРН, и есть система ПРО. Вот только что упомянутая система. Она была 135-я, сейчас здесь 135-я система, вокруг Москвы. Значит, там у нее своя очень хитрая специфика, это бесконечный повод для разговора. Мы даже как-то, может быть, ты знаешь такого Джаника Файзиева? Ну, конечно. Вот мы с ним даже когда-то рассматривали возможность создания сериала о системе предупреждения ракетного нападения. У нее ведь очень интересная история. Она началась в 1953 году, после смерти Сталина. Когда усатая сволочь откинулась, ряд российских военачальников, там были Жуков, Конев, Неделин, Василевский, они написали письмо в Политбюро о том, что вот не за горами время, когда у американцев появится ракетный носитель ядерного вооружения. Я напомню, что в 1953 году ток-ток и первые термоядерные боезаряды были переведены из состава гигантских цистерн через диетерит лития. Они получились малообъемными и поэтому пригодными для транспортировки. Они написали, что система ПВО Советского Союза не способна противостоять ударам такого рода. И значит, надо создавать систему предупреждения ракетного нападения. Политбюро вопрос рассмотрело, поддержало. был поставлен вопрос, кому этим делом руководить. Ну, лидеры наших радиолокационных исследований того времени, это Минц, Расплетин, они сказали, что это фигня, это невозможно, это полная чушь. А такой Григорий Кисунько, он сказал, что нет, сделаем. И вот он довел это дело. И, кстати говоря, мало кто знает, мы все прогрессивное человечество отмечают 12 апреля в юбилее того дня, когда в 61-м году был запущен, когда полетел в космос, первый человек. Ну да, конечно, день космонавтики. День космонавтики Юрий Гагарин, его полет 12 апреля в 61-м году. Мало кто знает, что незадолго до этого, в марте месяца, состоялся первый успешный перехват баллистической ракеты системы противоракетной обороны. Вот, ну и так далее. Значит, за нее отвечал Иванцов, а вот за предупреждение ракетного на предупреждение отвечал Кисунько. Ну, это так отдельная тема, большая, долгая. Ну, короче говоря, удар по Орску и по Армавиру, он, конечно, создал огромную дырку в системе предупреждения ракетного на падение российского. Потому что других станций СПРЛ у нас на юге европейской территории нет. Они есть на севере, там, в Ленинграде, в Калининграде, строятся в Коме, значит, строятся в Мурманске, есть в Сибири. Вот. Но на европейской территории, на юге европейской территории это были единственные два объекта. Другое дело, что они, значит, предполагается, были увлечены в наведение, в оптимизацию работы системы постановки радиопомех, такие станции ТОБОЛ. Но главная все-таки их задача это своевременное предупреждение о ракетном нападении со стороны потенциального противника. Потому что второй частью этой группировки является космическая группировка. Космическая группировка России, она, что называется, по уставу, по нормативам, должна составлять 10 спутников на геостационарных орбитах. А их всего 4. То есть она не обеспечивает должной надежности предупреждения. А тут еще такая дыра. Да и вообще-то, кстати, надо сказать, что за счет системы СПРН, она надгоризонтная, она ловит только тогда, когда ракета противника появляется над радиолокационным горизонтом, и это минус 8 минут предупреждения. У нас в свое время с Виктором Есиным, это бывший начальник штаба, главного штаба войск стратегического назначения российских, мы с ним написали статью о том, как влияет на безопасность России строительство баз ИДЖИС-Аншор, так называемых, противоракетных баз в Польше и в Румынии. В Польше это Редзикова, а в Румынии это база Девеселу. Ну и мы тогда как раз помогли у этих Америки скандал, когда Путин пытался скандалить на тему того, что вот гады американцы строят, это нарушает стратегический баланс, а мы с ним там с точностью до секунд в статье расписали, что это, ну, может посмотреть журнал «Военно-промышленный курьер», там вышла эта статья. Антона, кстати, нынешний поцелк США, тогда замминистра обороны, она страшно злился, значит, если он устроил выволочку, на меня он не мог руку, голос поднять, а вот если он, Виктор Иванович, достал. Вот, вот, Гурулёк, к счастью, не моя номенклатура, известен он своими человеческими слабостями, ну, а ему бы надо объяснить, что товарищ Гурулёк, чем характерна Голландия? Посмотрите, пожалуйста, на карту. А Голландия – это страна, которая стоит на берегу моря. Она, можно сказать, частично отвоёвана в море. Вот. Ну, не Голландия, Нидерланды. Да, мы будем корректировать. А что означает близость Нидерландов к морю? Она означает, что вокруг Нидерландов есть и, стоят и свои, и британские, и американские корабли-носители системы ИДЖИС. Вооружённые блоками, ракетами СМ-3, блок 1Б, а может быть, уже и блок 2Б, которые вполне годятся для перехвата баллистических ракет. Поэтому ещё надо попыхтеть и постараться, чтобы туда долететь и попасть. Ну, он же, по-моему, танкист по образованию. Ему это может быть и... Хотя у нас танкист и Суровикин, который возглавлял войну космические силы Российской Федерации. Вот. Ну, короче говоря... Таких крепостей... По-любому прилетит так, что, ну, ты-то можешь спрячься в каком-то убежище, да? Но когда ты вылезешь из-за этого убежища, на этой территории власть будет принадлежать уже китайцам, чеченцам, там, и так далее, и так далее. А ты здесь будешь просто, ну, запрягут тебя в борону и будешь ты борону таскать по полям. Большего тебе не дадут. Поэтому прекратите вымахать этой дурацкой идеей, потому что от российской цивилизации в результате не останется ничего. Прекратите. Не будет никакой ядерной угрозы, потому что она губительна для России в первую очередь. Ядерный шантаж нужен только для того, чтобы добиться от западных партнеров каких-то слабости, трусости и уступов. Точка. Ну, хорошо. А с чем еще интересным так занимается Главное управление специальных программ президента? Ну, так тебе все расскажи и покажи. Ты же сам сказал, что очень интересная организация. Это очень интересная и очень загрифованная организация. Ну, это вот, да, ее задача это строительство, содержание, значит, в полной готовности средств обеспечения жизнедеятельности органов власти и управления в особый период. Ну, грубо говоря, бомбоубеж, значит, транспортировка к ним, доставка туда, поддержание их работоспособности и так далее и так далее. Ну, это вот все эти подземные. Это то, что во много раз больше того, что мы видим сейчас в секторе газа. Когда израильтяне уже 8 месяцев не могут выколить КАМАЗ из их подземных. Так что, может быть, там специалисты из этого управления в качестве советников поработали? Ну, ты знаешь, наверное, что проектировались эти подземные норы в Новосибирском институте. Что ты говоришь? Ты не знал, что ли? Нет. Норы ХАМАЗа проектировались в Новосибирском институте. в Новосибирском институте горно-строительного, шахто-строительное институте. Я сейчас не помню, я-то работал там с институтом горного дела на Красном проспекте Сибирского отделения Академии наук. Но там есть еще отдельный отраслевой институт, проектный, проектно-конструкторский институт, шахто-проходческий. Вот он занимался этим вещам, проектированием кротовых Нор-ХАМАЗа. Прости. А израильтяне об этом знают? Ну, я думаю, знают. Знают и молчат? Ну, слушай, я не слежу за ним, молчат они или кричат они. По-моему, это вообще известная информация, я не знаю, открыл это. Я впервые слышу. Да? Да. Очень интересно. Я думаю, что нашим израильским зрителям, а у меня есть израильские зрители, это будет особенно интересно, что, оказывается, было налажено сотрудничество между неким научным... несколько десятков специалистов ездили, руководили работой. Вот оно как. А вы там хороводы водите, друзья, израильтяне, с Владимиром Путиным-то, а? Да, Владимир Путин, видишь, сегодня израильтяне освободили одного российского гражданина питерского. В результате войсковой операции там перебив сотню хамасовцев. А ты слышал за последнее время о каких-то инициативах российского МИДа по освобождению российских граждан, которые находятся в плену у Хамаса? 8 месяцев спустя российских граждан держат в плену у Хамаса, а российское государство, как ты говорился, вводит хороводы с Хамасом, которых держат в плену российских граждан. Ты понимаешь, как далеко российское государство от интересов российского народа? Нет, ну здесь есть обратная сторона медали. Я просто говорю, что премьер-министр Израиля Биби Натаньяху и многие другие израильские политики явно не хотели ссориться с Владимиром Путиным, наоборот, хотели с ним дружить и все время говорили, что Россия, Путин, российское руководство нужны нам для того, чтобы оказывать в наших интересах влияние на наших арабских противников. И выясняется, что влияние на арабских противников выражалось в том, что помогали Хамасу строить туннели под сектором газа. Любовный треугольник Натаньяху и Путина обрамочи это отдельный тяга. Не будем о долгих вопросах говорить мимолетом. Но отношения между Натаньяху и Путиным, наложенные с помощью обрамочи, это, конечно, совершенно особое отношение. Они были, ну, Натаньяху приезжал на парад победы на маш мира ходил, ручка рука об руку, там очень теплые личные отношения, очень теплые. Так и что, ты хочешь сказать, что их выстроил Роман Аркадьевич Абрамович? Ну, он, да, помог организации этих площадей. Так интересно все. Ну, хорошо, а вот что ты можешь сказать по поводу еще двух сюжетов, смежных, так сказать. Один сюжет, это заявление Путина, в котором он пообещал в ответ на разрешение Соединенными Штатами и их союзниками бить по объектам на территории Российской Федерации, а мы, сказал, теперь передадим некоторым организациям наше оружие для того, чтобы они наносили ответные удары по западным объектам. Это одна история. Вторая история, которая, ну, конечно же, сразу вызывает в память Карибский кризис, это намерение провести где-то там в Карибском бассейне учения военно-морских сил Российской Федерации. Я, к сожалению, не расслышал вторую тему. Первая тема, Карибского моря сразу вспоминается Карибский кризис, а теперь он у нас по версии 2.0 может повториться или нет? Ну, будут проводить учения и что? На второй вопрос ответить легче. Ну, проводят учения, если они проводят в соответствии с международным законодательством, ну, пусть проводят на здоровье. Корабли должны ходить. Российский флот, честно говоря, как-то давно уже не производят большого впечатления. Поход не то, что к берегам Карибского моря, а поход к берегам Израиля в свое время, Палестина, Сирии, значит, произвел неизгладимые впечатления на всех западных партнеров, когда чадящий Кузин, значит, адмирал Кузнецов, ковылял-ковылял туда, потерял два самолета в учениях, доковылял обратно, встал в док, и, значит, там и док перевернулся, и кран упал, и вообще куча приятности. Мы сейчас туда пошли, ты, наверное, обратил внимание на состав. Значит, один фрегат, один десантный корабль, одна подлодка, буксир и аварийный суд. Значит, благоразумное понимание того, какова вставляющая этих сил. Ну, что такое с точки зрения, это небольшая флотилия, да, да нет, даже небольшая эскадра, небольшая эскадра, ну, сходит она туда, дай Бог, чтобы доковыряла туда и вернулась обратно без потерь, потому что кораблей-то не так много, у нас таких фрегатов, как горшков, всего там десяток штук, если не меньше, потеря одного из них, это очень серьезная потеря, их два сейчас в Черном море, они прячутся, носу не показывают, там сейчас тоже был выход из Новороссийска, значит, вот эскадра, куда пошла непонятно, вот, но эти два фрегата, они даже высунуться побоялись, вот, ну, сходят, ну, продемонстрируют флаг, как любят говорить моряки, понятно, что к лодке приклеится Вирджиния очередная, пойдет след за ней, только заскрипят люки на открытии пусковых установок, как, значит, услышат они под собой открытие торпедных аппаратов Вирджинии, не надо играть с такими вещами, как говорил Черчилль Сталину, вы зверь сухопутный, а мы зверь морской, никогда Россия не была серьезной военно-морской силой, я думаю, что и не будет, она может демонстрировать флаг, она может проводить отдельные, очень удачные тактические маневры, как в свое время маневры из кадра Лисовского и Попова во время гражданской войны в США, вот, или, значит, во время войны за независимость США, когда Екатерина возглавила так называемую вооруженную, конвенцию вооруженного нейтралитета, но это ничего не значит, а вот угрозу предоставить вооружение диверсантам более значимо это, в первую очередь, я думаю, намек на то, что, а мы переносные зенитные ракетные комплексы предоставим всяким притязанам, чтобы они сбивали пассажирский самолет, вот, в первую очередь, что может стоять за эту угрозу, и это угроза, в какой части земного шара, в любой, то есть, это что, какие-нибудь красные бригадисты, какие-нибудь да, слушай, найти, заплатить там небольшую денежку, за то, чтобы срывалась небольшая группа идиотов, или банда любая, за деньги, там, осуществила теракт, мы вам оружие и денежку, за то, что вы совершили теракт, ну, это, что называется, очередная демонстрация безответственности, она никого не испугает, конечно, никому не испугает, но это значит, что и такое может в Европе произойти? Где угодно, вот так, но с этого момента ведь что происходит? Путин взял и сказал, знаешь, это как добровольное признание, ребят, теперь теракты такого рода, это мои теракты, вот так вот, он фактически признался, что да, мы будем как в советские времена стимулировать террористические движения, террористические, позволь еще один вопрос, который связан с обстановкой в Украине, с боевыми действиями и с перспективами дальнейшего развития событий, вот как ты считаешь, правы те военные эксперты, которые в последнее время, анализируя возможные сценарии дальнейшего развития событий, говорят, что я об этом вот скажем написал на этой неделе журнал «Экономист», что чуть ли не главным уязвимым местом во всей конфигурации российских войск в регионе является Крым. Не, ну, главным наиболее уязвимым местом российских войск является левобережье Днепра. Левобережье Днепра, а дальше рукой подать до крымских перешейков. Вот, именно, а дальше? Дальше уже станет вопрос о том, что делать с Крымом. Поражение на левобережье Днепра делает бессмысленным транспортный узел крымских перешейков. Вообще, надо сказать, что если избавиться от эмоций, эмоций бывает много вообще в связи с этим, понятно, что вот сейчас маятник войны пошел в другую сторону. Он, сейчас Украина будет усиливать свои позиции, позиции России будут ослабевать. И с прибытием авиации, мне кажется, для российской группировки на левобережье Крыма достанет просто невыносимое время. Потому что они там будут лишены воздушного прикрытия, они будут лишены транспортной поддержки, логистики. В общем, как они там смогут придержаться больше двух-трех месяцев, я плохо себе представляю. Вот. Ну да, сейчас вот это, кстати говоря, движение мантика, оно имеет еще одно интересное последствие. Если раньше в легкую, как бы, в последнее время очень охотно люди вербовались, понимая, что украинцам нечем сражаться, то сейчас ситуация будет меняться, потери будут нарастать. Кстати, Путин тут, я не знаю, с какого перепуга, а взял и выложил данные о фактических потерях российских войск, обозначив их примерно в 270 тысяч человек, из них 135 тысяч погибших и 135 тысяч санитарных. Ну и судя по тем данным, которые мы имели раньше, санитарных потерь 20% являются необратимыми, значит, вот необратимые потери для российской армии превышают уже полтора ста тысяч человек, по данным Путина, подчеркиваю. Скорее всего, стремился максимально занизить эти цифры. Я думаю, я вполне допускаю, что вот это реальный цифр, который он выложил зачем-то в открытый доступ. Украины потери составляют 50 тысяч в месяц, это в 5 раз больше, чем у нас. И таким образом невольно признал, что российские потери минимум в его версии. Кто эти потери он знает, а потери украинцев формируются таким. Мои реальные потери, умноженные на коэффициент котелок. Вот коэффициент котелок у него 5. Отсюда выдуманные потери украинской армии. А свои потери он озвучил фактически. Так вот, теперь, когда Украина получила оружие, начала получать оружие, когда снято ограничение на применение этого оружия, интерес к вербовке, конечно, будет другой. Я не знаю, ты обратил внимание или нет, в феврале тут был такой скандалез. На заседании в Красноярске Совета Красноярского Горсовета, где рассматривались вопросы выполнения мобилизационных планов, там были два забавных выступления. Глава железнодорожного района Красноярска в своем выступлении он озвучил нормативы. Он сказал, что на Красноярск было спущено 2000 человек. Ну, учитывая население Красноярска, мы получаем, что ровно два промеля это был план, значит, мобилизационный план, даже не мобилизационный, а план контрактников в России. То есть, фактически, это говорит о том, что два промеля это, значит, в масштабах России около 300 тысяч человек. Надо было законтрактовать. вскоре после этого он заявил о том, что он покидает свою должность, чтобы по указанию Путина заняться решением демографических проблем, стоящих перед страной. Вернуться к семье и заняться решением демографических проблем. Вторым там выступил местный депутат, Дьяков такой, который заявил, а что, ну, вы же знаете, конечно, кто у нас контракты заключает. Это алкоголики, бичи, бомжи и зэки. Через несколько дней после этого и он укатил, значит, зализывать рано в зону военных действий специальной военной операции. Вот два человека очень четко характеризовали количество и качество комплектования российских войск. Так, все-таки, возвращаясь к ситуации, которая есть на российско-украинском фронте, ты говоришь, что самое слабое место это левобережье Днепра в Херсонской области. Там нет тыла, там нет тыла. Без тыла, без логистики, которая может быть только глубоким тылом обеспечена, удерживать фронт невозможно. Весь вообще южный фланг российских войск находится в таком положении. Но Черноморское направление, это левобережье Днепра, особенно уязвим. Поэтому украинцы занимаются уничтожением авиабаз российских, средств ПВО, ПРО российских, чтобы потом начать просто безнаказанно долбить по этой группировке, дополнивая ее изнеможение. И что потом? Ну, а потом, видимо, повторение трудно-херсонского решения. Оно же тоже было связано с тем, что не было возможности прикрыть с воздуха, невозможно обеспечить транспортировку, логистику. Да, пришлось уходить. То есть, также, извините, вот, скажешь, какой вариант, что Россия эвакуирует свои вооруженные силы из Крыма? Ну, нет, я говорю про левобережье. Ну, хорошо, а дальше что? Дальше точно в таком же положении, оказывается, группировка. Дальше стоит вопрос, единственной нитью логистической для Крыма останется, поскольку крымские перешейки будут перехвачены, да, как минимум огневым путем, да, то есть, окажется, под обстрелом, а может быть и фактически, за счет присутствия украинских обслужений. единственным транспортным выделом это будет Крымский мост. Долго ли он протестся? Да, недолго, конечно, недолго. Сейчас, что сейчас происходит там в тылах? Видишь, я уже почти не могу говорить. Поэтому надо заканчивать. Да, сейчас уже решается, сейчас идет работа, надо сказать, что вообще на Западе очень высоко ценят российские средства радиоэлектронной борьбы, очень высоко, они считаются лучшими в мире вообще. Запад только пытается сейчас догнать российские средства. И в частности, значит, это сказывается на том, что средствами радиоэлектронной борьбы удалось процентов на 90, наверное, 95, может быть, понизить эффективность высокоточных средств поражения поставленных Украиной. Это в первую очередь ракеты из Калибур, это ракеты Хаймарс, вот, и поэтому сейчас там вели работу над тем, чтобы нейтрализовать возможности российских войск радиоэлектронной борьбы, значит, и сохранить возможность высокоточного применения оружия. Идея понятна, как это делать, и она уже, судя по тому, что я читаю, она уже сделана. Сейчас там построенные вооружения будут, что называется, подкручены подверчены, а не вернут себе эффективность в него поражения 1 в 10 по отношению к российской артиллерии, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, тактики, в оперативном плане, я ожидаю продолжения активных действий российских войск на севере, а не на востоке, тяжелых дней для российской причерноморской группировки с последующим трудным решением по этой группировке, с отходом к Крыму, а дальше тяжелые времена наступят уже до Крыма. Субтитры сделал DimaTorzok